Британский генерал Ричард Донат считает, что Путина убьют по сценарию Юлия Цезаря. В роли Брута, главы заговора, он видит начальника генштаба России Герасимова. Донат уверен, что этот сценарий может сработать в случае успешного украинского контрнаступления. Что ты думаешь по поводу вероятности заговора против Путина? И если что, то кто в нем может участвовать и возглавить его? Мне не верится в Герасимова, посмотри на его лицо. Он не способен на военные подвиги. Сможет ли он прийти к Путину и убить его, это ерунда все. Чистое незнание реалий российской действительности. К Путину имеет вход ограниченный круг лиц. Круг ограниченных лиц. Его надежно защищает ФСО, Федеральная служба охраны. Эти люди, ФСО, они все очень хорошо зарабатывают. Не просто оклады, там огромные бабки. Путин не скупится на свою безопасность. Поэтому с какого они будут пропускать какого-то Герасимова или еще кого-то. Надежная охрана, никто не зайдет туда с пистолетом, с веревкой, ничем. Никто не зайдет просто. И они, ссыкуны все, они не будут брать на себя убийство Путина. Ни за что. Поэтому, что я думаю. Я думаю, что никто Путина не убьет. Никто не выдаст. Я не знаю, как будут развиваться события. Мне хочется одного. Чтобы Украина победила на поле боя. Чем быстрее, тем лучше. А дальше будут какие-то события там, безусловно. Но в то, что кто-то к нему придет и что-то с ним сделает. Ну, честно, мне не верится. Сказка. Вот как интересно. Еще несколько лет назад, буквально пару, наверное, да? Путин танцевал на свадьбе у министра иностранных дел Австрии. И был принимаем везде на самом высоком уровне. Она красивая, кстати. Я, когда посмотрел, обзавидовался жениху ее. Красивая женщина очень. Подстать Путину. А вот сегодня в правительстве Австрии заявили, что арестуют Путина, если он еще раз приедет в Австрию. Будет Путину арестовить. Хорошая фраза. Путину придет Арестович. Для заголовка. Я думаю, что он сейчас ездить никуда особо не будет. Потому что могут арестовать. Реально могут арестовать. Там могут. А вот, кстати, что интересно. Когда его принимали в большинстве стран мира цивилизованных, там, ну слушай, что там, во всех. Ты уже в это время, выходя по скайпу на их главный канал, говорил о том, что Путин – это преступник. Ну и, конечно, тогда это вообще звучало. Многие там говорят, как ты можешь это говорить? Ой, ой, Олеся. И прозвучало это громче всего на эфире в начале девятнадцатого года у Скобеевой на их первом канале. У тебя в Ютубе… Нет, канал «Россия-1». У тебя в Ютубе это посмотрело миллионов в шестнадцать, наверное. У них в Ютубе плюс у них, ну, прям прайм-тайм. Я думаю, что зона покрытия была миллионов сто, не меньше. Русских. Тогда это услышали аргументированно от тебя. Все услышали, да. Это к тому, кто что, когда делал, да? Олеся, это очень смешно. Кто любит больше страну и что для нее делает? Я тебе сейчас расскажу, это очень смешно. Я к чему это вспомнила? Вот я хочу тебе вопрос задать. Дело в том, что на днях в телеграм-каналах вдруг появилось твое включение к Скобеевой. Как раз это, где ты говоришь, что Путин преступник. И там это так было написано, что можно подумать, что это что-то свежее. Ну, что вот, мол, Гордон там, как это, шпарит Скобееву что-то, отжарит ее, от, ну, там, размазок. Не-не, жарить не надо, ты что? Да, она невкусная и жесткая, сто процентов, я тут согласна. И жареная не лучше. Что-что? И жареная не лучше. Ну, наверняка. Как не готовь. Олеся, очень смешная история. Я, конечно, и жопу надрал. Я тебе сейчас расскажу, как. Прости меня, но это надо было для Украины. Когда-то, лет 20 назад, в одном селе, про одного большого чиновника мне местная жительница сказала. Так, крав, а лыны для сэбы, для Украины. Так, значит, со Скобеевой интересная история. Значит, в 18-19 годах меня раз 10, наверное, может 12, не больше, приглашали на первый канал «Россия» и на канал «Россия-1» в программу к Скобеевой и в программу к вот этому вот человеку Шейнину. Вот, Шейнину. На канале, на первом канале «Россия». Конечно, я это все использовал. Ну, это было понятно всем, но я это делал радостно. Я выходил по скайпу к ним. У меня было одно требование, условие. Если меня начинают прерывать, я сразу отключаюсь. Это же не я вас ищу, это вы меня ищите. И они ко мне обращались как к лидеру общественного мнения Украины, который имел самые большие рейтинги на украинском телевидении. Это все знали. И поэтому они приглашали меня на 3-7 минут, вот 10-12 раз. Конечно, я понимал, что это огромная трибуна, с которой можно донести на весь русскоязычный мир взгляд из Украины. И, конечно, я этим наглую пользовался. Я еще, помнишь, я тебе все время говорил, они что идиоты, зачем они меня зовут? Они же знают все, что будет. И мы гадали, может, у меня какой-то там тайный поклонник есть, который говорит, зовите Гордона. Может, они хотят показать, что, смотрите, у нас гласность тоже у нас. Вон, мы даже этого негодяя зовем. Я не знаю, зачем они это делали, вот честно. Я до сих пор это не понимаю. Но в одной из моих появлений, в один из моих виртуальных визитов на канале Россия 1, в студии у Скобеева и Попова, я сказал, что Путин преступник в прямом эфире. И они, конечно, подзависли. Вот, и, ну, посмотрело это больше 100 миллионов зрителей, стопудово. Я опубликовал у себя это тогда на YouTube-канале. 16 миллионов просмотров там. И вдруг, слушай, несколько дней назад на всех крупных телеграм-каналах Гордон разорвал Скобееву на канале Россия. Думаю, где ее разорвал? Я ее давно не разрывал, уже прошло много лет со времени последнего разрыва. Я смотрю, они взяли этот кусок и продают его, как будто это я сделал сейчас. Нет, меня с 2019 года не зовут. Кстати, вот после того, как я сказал, что он преступник, меня больше и не зовут. Между прочим, все, это был последний раз. Чаша терпения. Наверное, да. Еще был, по-моему, перед этим эфир, когда Зеленский выиграл выборы. А это было очень смешно. Вот это было как раз у Шенина на канале, первый канал России. Значит, Зеленский выиграл выборы. И вот он включился, включил меня туда, говорит, вот вы поддерживали его так. Вот что вы можете сказать? Я сказал, что сегодня произошел полный разрыв российской пропаганды, российских шаблонов. Потому что в бандеровской фашистской стране, где правит хунта, победил русскоязычный еврей Зеленский, 72% набрал. Но это еще не самое плохое. Хуже всего то, что действующий премьер-министр Еврей Гройсман и лидер оппозиции Еврей Рабинович. Говорю, это просто, просто вообще невероятная история. Фашистская страна. Вот так вот у нас получилось. Но они тоже зависли. Они неожиданны. Я говорю, ваша пропаганда не стоит ломаного гроша. Кстати, все, что я говорю, можно посмотреть в Ютубе. Вот, знаешь, нельзя, можно рассказывать о себе небылицей. Можно говорить, я там то, я там это. Я просто выкладывал все. Все свои заявления в течение многих лет, все в Ютубе. Я где-то ошибался, где-то был опрометчив, где-то, может, переходил на личности сильно. Ну, все зависело от момента, от настроения. Я же человек искренний. Вот у меня сейчас так, значит так, потом так, значит так. Но я всегда говорил искренне. И я говорю, смотрите, рукописи не горят, Ютуб не тонет. Все обо мне можно посмотреть в Ютубе. Я отвечаю за каждое сказанное мной слово. За каждое сказанное. Даже если оно было неправильным, я это признаю. Я могу признать неправильность своих слов. Но вот это называется жизнь на виду. Это называется кайф. И знаешь, что самое замечательное? То, что ты не врешь. Когда ты не врешь, тебе не надо придумывать никаких отмазок себе. Ничего не надо придумывать. Вот как живешь, так и дышишь. И как дышишь, так живешь. И говоришь соответственно. Поэтому классно, что все эти выступления, они в Ютубе есть. И каждый может сегодня посмотреть, что я с ними вытворял. Фирма бывшей жены Путина. Людмила Очеретная. У нее сейчас фамилия Очеретная. Людк. А, Людк? В прошлом году заработала почти 5 миллионов долларов на микрокредитах. Видишь, какой бизнес у человека? Олесь, я слушаю, это может фирма, которая управляет кто-то из ее каких-то десятой воды на киселе Россин. Что такое для Людмилы Путина и 5 миллионов долларов? Это как для меня 20 гривен. Я тебя прошу. 5 миллионов. Ай-яй-яй. Да там миллиарды скачут, никто не поперхнется. Какие 5 миллионов шутят? Это вообще не о чем разговаривать. То есть считаешь, что это семечки для нее? Это кожура от семечек даже. Ну а тема самая интересная. Микрокредиты. То есть для людей, для которых важно... Ты знаешь, мне когда-то Виталий Корочич рассказывал случай из его жизни. В 89-й год его признали лучшим редактором мира в Америке. И вместе с ним премию получал признанный кем-то тоже лучшим. Миллиардер, боже, Джейн Фонды, муж, который игры доброй воли проводил, вылетела фамилия из головы. Ну посмотри, Джейн Фонда, муж ее, это важно. Как же его фамилия, боже мой. Короче говоря, им вручали премии по 10 тысяч долларов. А, Тед Тернер, да? Тед Тернер, правильно. Им вручали премии по 10 тысяч долларов в чеке. Ну Виталий Алексеевич свой чек спрятал. Тед Тернер сидел и из своего чека делал кораблик. И когда закончилась церемония, он ушел, и кораблик остался лежать на столе. Ну я надеюсь, Виталий Алексеевич поднял этот корабль. Нет, нет. Большой плавание. Честный человек, он не поднял этот кораблик. Но суть в том, что для Людмилы Путина и 5 миллионов долларов, это как кораблик для Теда Тернера. Так, хорошо. Шойгу внезапно прилетел в Беларусь. Лукашенко на встрече с ним заявил, что Минску нужны гарантии защиты Беларуси со стороны России как собственной территории в случае внешней агрессии. Ты знаешь, вот опять Лукашенко, да, Шойгу Лукашенко. Ты знаешь, вот если долго ходить в зоопарк и наблюдать за красножопами и обезьянами, я не очень разбираюсь, у кого красные жопы сильно. Гориллы, орангутанги, кто там еще, макаки. Бабуины какие-то, нет? И бабуины тоже. Вот если смотреть до отвращения, как говорил Михаил Михайлович, да, Жванецкий, ты будешь смотреть на меня до боли в глазах, до отвращения. Вот, если смотреть за ними постоянно, за жизнью этих гиббонов, ну, ты устанешь от них, ты уже отравишься видом их красных потных жоп. То же самое вот этот Шойгу Лукашенко. Ты знаешь, я тебе скажу, я отравился ими, они мне уже неинтересны. Это преступники. Это преступники, что толку смотреть на их красные жопы постоянно и слушать, что они своими ртами изрыгают. Это уже не имеет никакого, ровным счетом, никакого значения. Вот что бы они ни сказали. Во-первых, это практически всегда вранье. Рассчитанное или на свой внутренний рынок, или на Запад, что Запад по традиции будет принимать их слова всерьез. Запад на них давно чихать хотел. Он высрался на них давно. На Путина, на Лукашенко, на Шойгу, на Шмайгу. Просто высрался и не подтерся даже, и не заметил этого. Поэтому эти оглашенные могут встречаться, могут друг у друга что-то просить. Это не имеет никакого значения. Вот поверь мне, вот я даже не углубляюсь в то, что они говорят. Но невозможно столько смотреть на гиббонов и по-прежнему испытывать к ним интерес. Мы устали уже, устали. А как же в мире животных? Нет, это, конечно, приятно. Опять-таки сошлюсь на Жванецкого Михаила Михайловича. Приятно познакомиться и подружиться с Мухаммедом Алину, жить под его руководством. То есть приятно, конечно, посмотреть, раз зайти в зоопарк и посмотреть змей там, обезьян. Да, на слона интересно, на всех интересно. Можно освежить впечатление, пойти еще разок. Ну, в крайнем случае, с детьми третий раз. Но дальше это уже нездоровый ажиотаж.